Кто такой ученый? Ученый это человек, который, не то же, что и все люди, но называет это странными словами. А кто такой учитель? Учитель это тот, кто знает эти странные слова, но может рассказать о них просто. Математика работает с цифрой, литератор со словом, химик с веществом, музыка с языком. А с чем работает биолог? Строго говоря, с биологическим объектом. Я учитель биологии, квалифицированный ботаник. И как все ботаники я работаю в гербаре. Мнязь ботаников, король и нэ, говорил, что гербарий превыше любого изображения и необходим каждому ботанику. Гербарий это то, что фиксирует ежедневную жизнь растения, сохраняя ее на столетия. В этом контексте сегодняшний семинар это собрание листов учительской жизни в гербарную папку сегодняшнего семинара. Чем будет различаться сено и салон, сушеные растения от гербария? Наличием правильно составленной этикетки. Ну, например, такой. Гербарий начинается со сбора растений. С чего начинается опыт? С его приобретения. Опыт мы приобретаем в классе, за партой, за учительским столом. Где же мы собираем растения? В экспедиции. Можно ли объединить эти два процесса? Да. И в этом включается очень важный для меня педагогический принцип. Больше практики. За 10 лет мы с учениками организовали 42 практики-экспедиции, в которых приняло участие почти 500 школьников. Они выполнили 260 проектов и исследований. Нашли три новых вида для России и ни одного чрезвычайного происшествия. Но в условиях большого города выбраться в экспедицию на выезд можно только на выходных или в каникулы. Что же делать на уроке? Спросите вы. И на этот вопрос отвечает следующий педагогический принцип. Учиться везде. Например, в музее или в ботаническом саду. На слайде представлена структура такого урока. А фотографии фиксируют основные этапы занятия, прошедшего в Дарминском музее Москвы. Задания на этапном уроке могут быть самыми разнообразными. Очень важно, чтобы они были связаны с реальными биологическими объектами. Совместно с сотрудниками Дарминского музея мы подготовили рабочую тетрадь для проведения таких уроков. Ее можно скачать на моем сайте. А мы переходим к тому, какая теория положена в основу этой практики. И я хотел бы озвучить еще один важный для меня педагогический принцип – учиться исследуя. Вот как выглядит технологический цикл естественно-научного образования, основанного на исследовании. Я не буду вдаваться в сухую теорию, а постараюсь на конкретном примере проиллюстрировать, как это работает. Однажды мы с моим учеником на осенние каникулы столкнулись с проблемой. Нам нужно было подготовить проект на аминдарской экологии. Для этого нужно было оценить экологическое состояние района. В наличии было много гербарных листов. Мы сформулировали гипотезу о том, что это можно будет сделать с помощью кундукса, культурующей косметрии. Мы сформулировали исследования, определили параметры, провели тысячи измерений. При фиксации результатов мы использовали мобильный телефон. Уже в этот момент возник новый вопрос – а можно ли как-то оптимизировать эффективное измерение? Появилась идея создания мобильного приложения. Когда мы представляли работу на конференции, то из биологического исследования вырос настоящий IT-проект по созданию программы, которая подсканированному гербарному листу позволяет проводить мониторинг состояния окружающей среды. Мы подали этот проект на европейский конкурс «Ботанические сады» школьному образованию и получили право на проведение мастер-класса в «Ботаническом саду Кьюл» в Лондоне, одном из самых известных гербарев в мире. После сбора начинается следующий этап подготовки гербаря – сушка. Кажется, что этот процесс не может иметь никакого отношения к образованию. Давайте посмотрим внимательно на советы Карла Лондоне. Вы видите, он отвечает, что на этом этапе очень важна готовность материала. Меня тоже всегда волновала готовность моих учеников к получению естественного научного образования. Мне очень хочется, чтобы те ребята, которые приходят ко мне в пятом классе, были заинтересованы в изучении окружающего мира. Так, появился учебник по окружающему миру для начальной школы, который стал и инструментом, и поводом для работы с коллегами. Этот учебник позволил мне по-другому взглянуть на роль естественного научного образования в школе. И мне хотелось заложить, вот когда гербарик делал, то очень важно заложить колень растений, это не ноясь, как раз особенность гербарик, так важно и в образовании тоже заложить некоторую корневую идею. Для меня это была идея любви к природу. После сушки идет следующий этап – монтаж. Монтаж требует специальных инструментов, таких как гербарная палка, гербарная сетка. А каких инструментов требует школьное, практикоориентированное биологическое образование. Когда мы начинали работать со школьниками, то я использовал не два таких инструментов, я часто разрабатывал сам. И сформулировал для себя следующий принцип – учиться, изобретая. Таким образом, мы были разработаны четыре цифровые лаборатории по биологии, экологии, физиологии и географии, и два набора для проведения исследований и питальной микробиологии и царства грибов, которые сейчас используются в школах, наверное, почти по всей России. Но когда мы делаем гербарий, мы проходим целый ряд этапов, доходим до самого важного – хранения. Также и опыт. Опыт важно периодически обобщать и транслировать. За последние 10 лет я подготовил более 40 публикаций, включая учебники. Об одном из них я уже сказал, а второе – о биотехнологии для высшей школы на английском языке. Но это не только научные труды, это популярные статьи, это методические разработки по проведению проектов исследований школьников и организации практик и конференций. Ну, часто люди представляют, что гербарий – это что-то такое очень архаичное, это то, что пропахло нафталины. Но нет, на самом деле нафталины не используются в гербариях, а кроме того, в современной гербарии проходит оцифровку, для того, чтобы любой исследователь в любой точке мира мог работать с этим научным образцом. Но какую оцифровку проходит современное школьное образование? Мы все чаще имеем дело с интерактивными досками, интерактивными учебниками, интерактивными тетрадями, интерактивными учителями. Нет, конечно же, это шутка. Но вы понимаете, что в каждой шутке есть более шутки. Наши ученики сейчас сначала начинают пользоваться планшетом, смартфоном, потом говорить. Они в первую очередь знакомятся с сенсорным экраном, а потом с ручкой, бумагой и живой природой. Нам очень важно учитывать эту особенность, когда мы выбираем инструменты для занятий. Когда гербарий проходит оцифровку, то на каждый лист приклеивается шлифтод. Он связывает R-образец с базой данных. Оцифровку проходит гербарий моего опыта. Этот код ведет в App Store, где можно скачать и установить приложение интерактивной лаборатории, в разработке которого я принимал участие. Дело в том, что телефон – это смартфон на уроке, это универсальный инструмент исследования. Он позволяет делать фотографии, записывать треки, определять высоты, измерять освещенность, шумовое изгнение, многое-многое другое. Но важно понимать, что гербарий – это и не сама цель. Это инструмент исследования. В том числе и такими современными методами, как молекулярная биология. Я хочу представить свой опыт создания школьной лаборатории по молекулярной биологии, которая включает несколько блоков. ДНК-модуль, который позволяет школьникам выделять и амплифицировать ДНК. Биохимический модуль для качественного количественного анализа. Блок клеточной биологии для микроскопических исследований. И микробиологический модуль, который необходим для культивирования микроорганизмов. Сколько единиц хранения в гербарий моего опыта? Я хотел бы представить самые интересные листы. И здесь мы переходим к следующему принципу – учиться в команде. Ежегодно мои ученики 9-11 классов успешно проходят итоговую аттестацию. Я очень рад, что год от года предмет биологии выбирает все большее количество ребят. Мои ученики побеждают во Всероссийской Олимпиаде школьников по биологии и экологии. В этом году 4 призера заключительного этапа. Международные конкурсы и конференции, такие как Азиатский научный форум и Международная проектная Олимпиада по экологии. В этом году моя ученица представила проект, выполненный в экспедицию Русского географического общества в Форталезе, Бразилия, на Международной Местнике. Их значимым событием стала победа ученика нашей школы Ильи Седлова на Международной Олимпиаде по биологии. Растения проделывают сложный путь, прежде чем занять достойное место в науке, научном Гербаево. Свой путь проходят и мои ученики. Вот один из них. Монглев поехал со мной летом в экспедицию в Краснодарский край, выполнил проект. Он представил его на Олимпиаде по экологии, стал призером, поступил благодаря этому в МГУ, прошел открытый азиатский научный форум и не только смог познакомиться, но и пообщался с нобелевскими мегуреатами. 100% выпускников этого года поступили в профильные вузы, в основном в Московский государственный университет и в медицинские вузы столицы. Мои первые выпускники уже стали моими коллегами, и мы вместе ведем биологию в Батане. В прошлом году мы с учениками сделали настоящее научное открытие, обнаружили новый вид для акватории Черного моря, а уже летом этого года нашли новую краснокнижную бодрость для Аутришского заповедника Краснодарского края. Как ученый, я радуюсь за них, а как учитель горжусь ими, потому что бережное отношение к природе позволило стать моим ученикам неравнодушными гражданами и активными исследователями. А исследовать, как мы помним, это видеть то, что видели все, но думать так, как передумал их кто. Спасибо за внимание, я с радостью отмечу вопросы. Спасибо большое, Иван Алексеевич. Жанна Куликовна, кто хочет задать вопросы? Алексей, вот вы предвлекаете ваши какие-то статей, научно-медагогических статей, ваши разработки, изобретения. Как авторство вашей темы? Спасибо большое за вопрос. Я стараюсь получать патенты на те изобретения, которые могут быть запатентованы. Это один из первых моих полученных патентов. Кроме того, я стараюсь делать публикацию об этом. Это некоторый приоритет. Но в современном мире очень важно все-таки и делиться этим опытом. Поэтому почти все эти материалы, которые я рассказывал, можно найти на моем сайте в открытом доступе. Сейчас это тоже некоторая такая современная особенность, что если ты хочешь, чтобы это использовали и это распространилось, очень важно давать возможность с этим работать, с гербарием. Спасибо. Еще вопросы, Курокова. Владимир Васильевич, сравнение публикаетического опыта со сбором гербария. У вас это звучало сейчас. И сбор гербария не разумевает не активность растения, а когда ты собираешься. Это очень пассивный момент. Как ваш периодический опыт являл на вас, как создать это ваше периодическое добавление? Помогли ли вам объяснить? Конечно. Спасибо за вопрос. Во-первых, я не сравнивал образование именно с гербаризацией. Я когда думал, в какой форме было бы интересно рассказать о своем опыте, я понял, что опыт, он как растение, он все время растет и развивается, прирастает. Но, чтобы показать его вам, нужно сделать некоторый такой стоп-кадр, зафиксировав. Раньше для этого использовались в ботанических садах гербария и кексикаты. Это были такие листы гербария, которые создавались специально для обмена между научными организациями и учеными. И поэтому как раз была выбрана данная форма. Если я правильно понял ваш вопрос, он чуть-чуть еще затрагивает другой аспект. Как я прошел этот путь? Я прав? На самом деле, я записался в биологии достаточно рано. Благодаря, наверное, родителям, бабушкам, дедушкам они привели меня в зоологический музей. И еще школьником я занимался там в кружке. Благодаря педагогу, который был в этот кружок, биология стала моим призванием. Я уже тогда решил, чтобы поступать в Московский университет. И уже в этом же кружке получил первый опыт педагогической практики. Потому что там такая система шерстства, что старшие ребята помогают тем, кто только что пришел выполнить проекты исследований. Когда я поступил в МГУ, то меня пригласили работать на станцию нутрибралистов. И сначала я работал в дополнительном образовании. В какой-то момент я понял, что в школе очень много тоже можно с этими подходами и методами и высшей школы дополнительного образования можно много интересного сделать на уроке. И так я пришел в ту школу, которую закончил. И сейчас не работаю. Алгоритм исследования, которые вы говорили, это ваше разработки, или вы, или же не из какой-либо школы, а в самом начальном слайде, это ваши находки, или вы берете готовые у кого-либо? Ну, это вопрос сложный. Он о том, есть ли что-то новое на Земле на самом деле. Сейчас я прошу прощения, постараюсь показать этот слайд. Предложенный здесь алгоритм работы, это, естественно, научное образование, основанное на исследования. Этот технологический цикл используется, естественно, не только мной, и не только в России. Он вытекает, ну, наверное, исходно из работы Джона Дьюи, какие-то идеи Артепа Семеновича Угодского. И сейчас это, ну, одно из таких современных направлений развития, в том числе и европейского образования. Не случайно приведены аббревиатуры Environment Science Education. В России есть ряд педагогов, которые используют этот метод, потому что он близок и отечественной школе исследований и проектирования. Она у нас тоже уже перевалила столетнюю историю, есть свои наработки. И здесь, мне кажется, это что-то вроде симбиоза, когда сплетаются вот две ветви, и получается что-то новое и интересное. Вот если вы спрашиваете именно про то, что, ну, можно так сказать, я придумал или стал использовать, это как раз структура и построение занятия в музее. Дело в том, что научные сотрудники музея не всегда любят, когда учителя проводят там экскурсии, это понятно. С другой стороны, это один из способов, как я могу школьников связать с реальными объектами. И я стал использовать тетрадь как навигатор работы вот такого вот именно урока, по теме, который у меня в планировании, на занятия. И вот, я надеюсь, что на уроке, который будет, я как раз покажу элементы этого символа. Спасибо. Ваши экспедиции проходят в летнее время или же в учебное время? И как во время экспедиции только ваши школьники принимают участие, или могут попасть другие школьники того региона, куда вы приезжаете? Это очень сильно зависит от конкретной поездки. Мы стараемся выезжать сейчас в осенние и весенние каникулы, выезжаем только в каникулярное время. У нас были также экспедиции в зимнее время, но все-таки зимний Новый год, где мы любили встречать с родителями, и мы решили, что это время не надо трогать. Я начинаю проходить несколько экспедиций летом. Если у нас есть места, то мы можем взять участников из нашего региона, из других школ. Это могут быть те, кто услышали от ребят, из их наклассники, друзья, соседи. И если у нас есть такая возможность, у нас сейчас проходит экспедиция сразу в нескольких образовательных организациях. Это выборка людей или это целый класс? Если вы работаете, вот есть определенная тема в учебнике муниципалитетов, вы по этой теме выезжаете. Это будет один класс или это несколько человек? Смотрите, здесь важно отличать выезды и экспедиции. Выезды и экскурсии – это обновленные, короткие мероприятия. Да, мы можем поехать все вместе, всем классом. Это музей, ботанический сад или особо охраняемые природные территории Москвы-Московской области. Сели на метро, на автобус, приехали, прошли маршрут. Это обязательный элемент обучения, он для всех школьников. Экспедиция не может быть обязательной, потому что это не урочная деятельность, это не урок. И у детей могут быть свои планы, у родителей могут быть свои планы, могут быть какие-то особенности по здоровью или психологическому восприятию. Мы не можем насильно кого-то туда вести. Поэтому это желание. Но у нас сейчас как новая форма, когда, например, в роменции новый класс, и ребята, которые очень хорошо знают, мы вот как у Усоцкого, но только не в горы, а в лес, тяни, возьми. То есть едем вместе на небольшое выездное мероприятие, где мы можем увидеть ребят не только в школьной среде, а и более такой непринужденный, неформальный, где они дальше расстрелятся, они друг к другу знакомятся, на наносу уже реально уже до конца. И последний вопрос. Спасибо. Владимир Алексеевич, я бы хотела уточнить, я не пропустила, вот учебник окружающего мира, на какой-то ОМК включен? Нет, идет разработка на критинге ОМК, он используется как учебное пособие параллельно с основным, как книга для дополнительного чтения, домашних заданий. Мы постарались там сделать проекты, исследования для начальной школы, вот именно тот опыт, который был у нас по работе с старшими ребятами, его перевести так, чтобы это было интересно, понятно, и выстроилась преемственность между начальной и средней, основной школой, в профессии этой сферы. И можно когда-то еще, то есть он не включен пока в следующий, и он в процессе... Будем ждать. Спасибо. Все хорошо, большое спасибо. Спасибо большое.